И вновь они в одном ряду. Миллионы судеб, бойцов, освободителей Родины, советские солдаты. Несмотря на то, что шествие в этом году не состоялось, Бессмертный полк не забыли. Эта акция объединила людей и в 75-ю годовщину Победы. На балконах стояло очень много людей с портретами своих предков. Это очень ценно, и сегодня я вспоминаю о своем прадеде, к сожалению, я его не застал, Чичев Иван Иванович. Он прошел всю войну, дошел до Берлина. Рядовые сержанты-генералы в одном строю 9 мая. Пандемия не помеха, чтобы вспомнить своих. Самарцы вышли на балконы. В день Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял в грех. Были версты, обгорелые в пыли, этот день бы приближали, как могли. Вспоминают не только родственники. На здании правительства области портреты героев, наши земляки. Мы посчитали правильным и здание правительства Самарской области, чтобы также поучаствовал в этой всенародной акции «Бессмертный полк». Именно поэтому окна Белого дома украшены портретами героев Советского Союза, героев наших с вами, земляков, уроженцев Куйбышевской, Самарской области. Мы присоединились к этой всенародной акции. Она объединяет всех людей, вне зависимости от политических предпочтений, от места работы, от вероисповедания. Это святой праздник для всех нас. И акция всенародная «Бессмертный полк» также свята. Самара еще скажет спасибо героям. Шествия Бессмертного полка, как и сам парад, еще состоятся в этом году. Спасибо. Спасибо.